Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о писателях, которые прославились только после своей смерти Признание всегда находит своих героев Даже если это случается позже, чем хотелось бы Знаменитый шведский писатель, автор культовой трилогии о девушке-хакере Лизбет Саландер Умер в 2004 году в возрасте 50 лет и не увидел ни одной из своих книг опубликованной Прежде чем увлечься созданием детективов, долгое время он профессионально занимался журналистикой А также был активным общественным деятелем и боролся с националистическими и российскими организациями всех мастей в Швеции Однажды в начале нулевых он сказал своему другу, что мечтает создать цикл книг и прославиться на весь мир, заработав при этом целое состояние Ларсон, к слову, действительно всего за пару лет написал несколько безупречных детективов В 2004 году он успел заключить контракт со шведским издательством, однако не дождался выхода своих книг из печати Он умер, поднимаясь по лестнице в свой офис на седьмом этаже У Стига к тому времени уже были проблемы с сердцем, и он при этом выкуривал до 60 сигарет в день После его смерти развернулась борьба за авторские права На них претендовала Ева Габриэльсон, с которой он прожил много лет Однако из-за того, что брак между ними не был зарегистрирован, все имущество досталось его брату и отцу Ева пробовала спорить это в суде, но проиграла Именно отец Ларсона принял решение, что закончить серию книг о девушке-хакере должен Давид Лагеркранц Американка Мэри Энн Шеффер много лет работала в книжной индустрии Но первую и единственную книгу «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» написала уже за 70 В качестве темы Шеффер выбрала нацистскую оккупацию острова Гернси, где она как-то застряла, пережидая нелетную погоду В итоге в 2006 году получилась рукопись эпистолярного романа о молодой писательнице Джулиетт, которая изучала историю Гернси и его жителей, организовавших сопротивление нацистам под прикрытием книжного клуба К сожалению, здоровье Шеффер стало резко ухудшаться, и она не смогла самостоятельно внести требуемые издательством правки Вместо нее этим занялась ее племянница Энни Бэрроуз, чье имя в итоге тоже появилось на обложке Шеффер не стало в 2008 году, незадолго до того, как роман был опубликован и возглавил список бестселлеров The New York Times А в 2018 году книга была экранизирована с Лири Джеймс в главной роли Фредерик Стендаль – писатель, который сегодня считается классиком французской литературы При жизни он славился как салонный астролов и интеллектуал А вот его писательские опыты успеха не имели Ситуацию не изменил и хвалебный отзыв Бальзака, который едва ли не единственный распознал в Стендале истинного художника слова Но то, что было видно гениальному Бальзаку, ускользнуло от внимания прочих современников В период, когда в свет вышел роман «Красное и черное», Стендаль испытывал серьезные финансовые трудности и погрузился в депрессию Он рисовал пистолеты на полях своих рукописей и писал многочисленные завещания Умер Стендаль на улице от апоплексического удара Причиной, по которой писатель не получил известности при жизни, была его особенная манера письма Однако писатель искренне верил в торжество справедливости и считал, что он пишет для потомков Лишь следующее поколение читателей будут готовы принять его творчество Позднее Андрожит и Максим Горький охарактеризовали произведение Стендаля как письма в будущее У одного из создателей детективного жанра и жанра литературного хоррора Эдгара Алана По была непростая жизнь Сама вполне достойна экранизации или книги Он появился на свет в семье бродячих актеров, а его родители умерли, когда Эдгару было совсем мало лет Отношения с приемным отцом и мачехой у него не сложились У будущего литературного мэтра был непростой характер, к тому же он вечно проигрывался в карты и часто кутил Большой драмой для По обернулась история его любви с Виргинией Клем Он женился на ней, когда девочке было всего 13 лет, а ему 27 По свидетельствам друзей пары, Эдгар ее обожал И смерть возлюбленной от чахотки стала для него настоящим ударом При жизни писатель достаточно часто печатался, однако серьезным успехом его произведения не пользовались Интересно, что внимание к По привлек его недруг, издатель Руфус Грисуолт После смерти автора, с которым тот был в ссоре, Руфус написал беспощадную книгу, где рассказывал о безумствах Эдгара Однако все эти обвинения лишь раззадорили публику, и читатели ринулись изучать произведения сумасшедшего автора По смертной славе По мы также обязаны французским проклятым поэтам 19 века во главе с Шарлем Бадлером Именно он, впечатлившись вороном, стал пропагандировать творчество писателя в Европе При жизни персидский философ Амар Хайям был известен исключительно как выдающийся ученый Его вклад в математику и астрономию был высоко оценен не только потомками, но и современниками Весьма популярные сейчас Рубай Амара Хайяма в 11 веке соплеменникам были неизвестны Хотя философ писал их на протяжении всей жизни В начале 20 века, благодаря переводам Эдварда Фитджеральда, Рубай стали очень популярны Интерес к поэтическому творчеству Амара Хайяма заставил обратиться и вспомнить и его научные труды Которые были незаслуженно забыты веками Джон Китс прожил короткую жизнь даже по меркам писателя Он умер в 25 лет Английский поэт, чье творчество сегодня ценится читателями и критиками наравне с творчеством Байрона Родился в небогатой семье содержателя платной конюшни в 1795 году Когда ему было 9 лет, умер его отец С тех пор бедность преследовала семью Мать старалась устроить личную жизнь, найдя себе мужа Однако с потенциальными супругами у нее не складывались отношения Из-за отсутствия средств Хитс не получил хорошего образования Хотя все же смог изучить древнегреческие тексты в переводах Эллинское искусство поражало его своей гармоничностью У древних греков он научился восхищаться природой Главной бедой поэта всю жизнь была бедность, которая усилилась после смерти матери от чахотки в 1810 году Эта же болезнь через 11 лет заберет и самого Хитса К сожалению, при жизни по достоинству его творчества ценили только друзья Однако в викторианскую эпоху справедливость была восстановлена Английское общество заново открыло для себя его тексты Критики были поражены гением юного мастера С тех пор авторитет Хитса непререкаем К слову, в 2009 году о жизни поэта был снят отличный фильм «Яркая звезда» Сэби Корниш и Беном Уишоу в главных ролях На этом все. Читайте хорошие книги Книги — это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз Тысячу раз Тысячу раз